Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать прически на длинные волосы. Мои волосы непослушные, и прически для них просто спасение. Многие звезды экспериментируют с прическами, идут ногу со временем, согласно трендам. Но нужно сделать так, чтобы эксперименты не стали фатальными, поэтому необходимо подобрать качественный уход, который защитит волосы от стайлера и внешнего воздействия. Первым этапом очищаю волосы шампунем Miss Birskin. Кстати, это женская линейка популярного шампуня в виде пивной банки. Такая форма у него, потому что он содержит 4 пивных экстракта. Обычно я намыливаю корни волос, а пену спускаю на кончики, чтобы их не пересушить. Смотрите, какая пена. Шампунь абсолютно без сульфатов, но так густо пенится. Он не только хорошо очищает волосы, но и увлажняет их, помогает снять раздражение кожи головы, способствуя росту длинных и густых здоровых волос. Только польза и никакого запаха пива. А сейчас я наношу кондиционер на 1-2 минуты. Обычно я это делаю в ванной. Кондиционеры Birskin без силиконов, поэтому они не маскируют проблемы, а устраняют их. Дальше все смываю и сушу обычным способом. Волосы готовы для объемной прически. Я делаю пробор на бок, после чего оставляю челку в покое и перехожу к остальной длине волос. Их я забираю в высокий хвост, закалываю резинкой с крючком, так намного удобнее. Гелем я зачесываю пушковые волосы, чтобы хвост смотрелся аккуратнее. Высокий хвост это однозначный тренд, который не один сезон уже в моде. Все известные модели хотя бы раз, но делали себе этот злосчастный хвост. Это удлиняет лицо, если оно круглое, но визуально его вытягивает. По челке также прохожу с гелем и фиксирую сбоку. На основании хвоста видно резинку, я ее закрою частью прядки, которую возьму сзади, аккуратно обматываю хвост и фиксирую все невидимкой. Чтобы хвост стал еще объемнее, я его начесываю основание, придаю форму руками и сбрызгиваю все лаком. Кончики волос я подвиваю стайлером, он у меня большого диаметра, поэтому завиток получается очень мягкий и создается эффект укладки на брашинг. Вот такой вот получился результат, мне эта укладка безумно нравится. Если вы не боитесь и не стесняетесь ярко выглядеть, то можно попробовать эту прическу. Тренды возвращаются. И вернулся тренд перышки. Перышки это хаотично торчащие кончики волос. Делать эту укладку очень просто, нужно сделать всего лишь две шишечки. Обернуть их своими же волосами и заколоть невидимками. После чего я перехожу к лицевой части, делаю косой пробор, закалываю волосы сбоку. Эта прическа явно сделает вас помоложе. Можно сделать просто пучок волос, можно сделать маленькие жгутики, это тоже будет смотреться здорово и красиво. И выбираю две пряди, это наши будущие стрелы. Беру немножко геля и хорошо пропитываю эти прядки. Также поступаю с кончиками волос, которые убраны сзади. Вуаля, прическа готова. Да, эта прическа простая, но на какой-нибудь встрече или мероприятии эта прическа однозначно привлечет внимание. Делаю прямой пробор, он сейчас очень актуален. Справа и слева выделяю область челки и фиксирую первой резинкой. К челке я добавляю еще одну прядь, чтобы она стала погуще и фиксирую еще одной резинкой. Спускаюсь резинками до конца бряде и делаю то же самое с другой стороны. Получилась очень необычная и красивая прическа. Следующая прическа невероятная и не оставит вас незамеченной. И да, локоны тоже можно сделать современно. Я использую плойку крупного диаметра. Нижние локоны я кручу на объем. Это значит, что плойка должна находиться под прядью и подтаскивать за собой остальные волосы. Точно так же поступаю с прядью сзади. Челку я кручу от лица и, чтобы подчеркнуть скулы, разворот я делаю чуть ниже глаз. Вот такой вот результат получился. Я считаю, что накрутка на объем дает шикарный эффект. Напишите в комментарии, пробовали ли вы такой тип накрутки и нравится ли вам результат. Разнообразить эту прическу можно. Подняв локоны в высокий пучок наверх, оставив часть волос снизу, я выделяю шляпную зону волос в виде подковы и поднимаю ее наверх. Точно так же оборачиваю волосами, начесываю хвост. И готово! Безусловно, такая укладка подойдет на вечер, хоть делай преображение в Бриджит Бордо. Идеальная девчачья укладка. Если есть желание выйти на улицу, одеться максимально свободно и сделать простую прическу, это тот самый вариант. Для объема я делаю прикорневое гофре, делаю прямой пробор, после чего волосы хорошо начесываю, добавляю пудру для объема и задаю направление. Поскольку вдохновение 60-е, челку увожу назад, что добавит сзади еще больше объема. Сбрызгиваю немного лаком и приглаживаю. Такая вот простая объемная укладка у меня получилась. Я использовала много геля и лака. После целого дня с такой прической нужно хорошо восстановить волосы, поэтому я использую фиолетовую линейку от Бирскин, которая восстанавливает и укрепляет поврежденные стайлером волосы. Мою деликатно голову шампунем, после чего использую кондиционер как маску. Так держу 5-10 минут, это дает хорошо восстановиться волосам. Дальше все смываю. В составе у кондиционера находится гидролизованный кератин, протеин, пшеница и органовое масло, поэтому они станут более мягкими и податливыми для дальнейшей укладки и прически, и будет красиво блестеть. У бренда есть и мужская линейка с интересным сочетанием запахов, мяты, эвкалипт, табак, что идеально для подарка. Такая линейка есть и у женщин, гели для душа, освежающие и релакс, в котором можно принимать ванну, так как в составе много масел, которые расслабляют нервную систему. Гель также можно использовать как очищающее средство для умывания лица. Формула не содержит СЛС, парабенов, силиконов и ароматизаторов. С таким составом это идеальное соотношение цены-качества. Все прически, которые я вам сегодня хотела показать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайкосик и пишите комментарий, если видео про прически вам зашло. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok